приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про день рождения мира танков он будет 12 августа грубо говоря осталось примерно три недели поэтому давайте разберемся что там будет ну а вначале покажу три победителя по 500 золота из прошлого видео они писали свои комментарии в конце оставляли никнеймы и случайным образом выиграли если вы играете на ру регионе под этим видео тоже оставляйте комментарии в конце ник и может быть вам тоже повезет и вы выиграете если вы не из ру региона тоже можете оставлять комментарии но не к нами в конце нет смысла писать вам золото не придет также не забывайте видео смотреть до конца желательно со звуком чтобы не получилось такой глупой ситуации поскольку один из победителей золота спросил тот вопрос на который я ответил в том же самом видео под которым он писал этот комментарий либо человек без звука смотрит либо человек не досмотрел видео до конца самая лучшая поддержка это досматривать видосы до конца но еще сверху чтобы прям вообще четко поддержать мой контент не забывайте про лайки и комментарии но теперь я вам четко расскажу коротко ясно понятно и прозрачно что это вообще такое коллекции ко дню рождения танков и праздничные контейнеры там будут и бесплатные контейнеры и платные и платные контейнеры которые можно будет получить выполнив задание давайте в этом разбираться но вначале расскажу такую предысторию несколько патчей назад менялась цена танков на каждом уровне все танки сделали в одну цену и в тот момент много низкоуровневых танков выросли в цене особенно там всякие акционные премиум на и так далее перед этим патчем я накупил кучу танков специальных выкупил и в следующем патче когда они подорожали я их все продал это были низкоуровневые танки до 6 уровня я принял решение что ними нафиг не нужны в ангаре я их на халяву практически накупил на халяву продал я вышел очень сильно в плюс по серебру и был очень доволен и в тот момент было известно что в дальнейшем ожидается мероприятие где понадобится много танков разного уровня но меня это не остановило и я был прав поскольку низкоуровневые танки снова ни в чем не участвуют на хрена они есть в игре я не знаю мне кажется можно спокойно ниже 6 уровня танки отрубить и выкинуть и ничего вообще не изменится вере или вообще засунуть их все в один уровень потому что ну я фиг знает зачем они там вообще существует честно говоря но это с высоты старого игрока у которого все прокачанное все есть может быть для новичков там или для любителей песка что-то они там делают но я честно скажу давно не понимаю зачем низкие уровни вообще есть они обходят стороной все акции все какие-то мероприятия лбз вообще ни в чем не участвует просто фигня которая зачем то есть но единственно что я на них наварился в плане серебра и так теперь вот переходим прям куда надо контейнеры и другие награды особой поддержки 6 по 10 уровень на каждом уровне своя награда и получается она на один танк один раз чем больше на каждом уровне у вас танков тем больше вы определенные награды сможете получить нужно просто сыграть бой на танке и выиграть вот когда вы победили на танке тогда вы эту одну награду один раз получили на шестом уровне что это за награда 25000 серебра наверное самая неинтересная награда которая здесь есть но это тоже награда и можно пофармить серебра насколько в этом нафармите сколько у вас может быть шестерок но я сомневаюсь их прямо очень много ну дай бог пару десятков максимум и сколько серебра вы нафармите дай бог 500000 серебра обалдеть вот это невероятно но это все равно в плюс 500к насколько вы на это времени потратите я не знаю если у вас будет низкий процент побед но очень много выгоды в этом ну не сильно много для любителей шестого левела ну ладно итак на седьмом уровне что мы получим за победу на один танк один раз 20 золота но здесь тоже закрадывается прикол в том что семерки это недалеко не самый популярный уровень вряд ли у вас много танков на седьмом уровне и там не так уж много людей на нем играет самые популярные уровни восьмой десятый но никак не седьмой но по фармить золото можно но опять же сколько вы его там нафармите если у вас допустим 20-30 танков но 600 золота 400 там 500 но тоже примерно вот в таком диапазоне вы скорее всего форма нити ну вряд ли вы там тысячами будете его фармить но это тоже что-то не сказать бы что это вообще ничего и вот переходим к восьмому уровню что у нас здесь на одном из самых популярных уровней а скорее всего даже на самом популярном уровне нас ждет на одном танке за одну победу один контейнер название у этих контейнеров это просто рукалицо такое длинное непонятно и они между собой как-то запутаны мне название не нравится день рождения 12 плюс 1 оснащение еще и в скобочках обычный а есть необычный я не понял вообще зачем его называть обычный еще в конце если других контейнеров то и нет и что-то за день рождения 12 плюс один типа чтобы не было 13 или потому что разделилась леста и варгейминг ну точнее игра разделилась эти компании никуда не делились они как были так и есть ну да ладно и в этом контейнеры есть свои награды с вероятностью сто процентов выпадет что-то одно на своих экранах вы видите там оборудование не прямо расходники и серебро также там есть еще демонтажные наборы бланки и член экипажа с боевым братством ну скажем так что этот контейнер дороже чем награды на шестом седьмом левеле это точно но золото тут допустим нет но в плане там ресурсов или серебра здесь намного богаче и восьмерок уже у вас может быть очень много и вот этого добра вот этих контейнеров вы сможете нафармить очень много скорее всего на девятом уровне который тоже не назвать самым популярным за одну победу на одном танке можно будет фармануть 50 золота это уже по солиднее чем на седьмом уровне но опять же у меня допустим не сильно много этих девяток я опять же фарманутом 500 золота дай бог и все максимум но в целом выйдет там ну тысяча может быть может чуть меньше может чуть больше но не прям значительное отличие будет вот примерно на что можно будет рассчитывать в этих вот наградках но будет еще и у нас и 10 уровень а там у нас контейнер который называется день рождения 12 плюс 1 внешний вид бронзовый откуда-то появился бронзовый куда-то пропало слово обычный необычный и почему-то называется внешний вид а все потому что он примерно такой же как и прошлый контейнер только в него добавили еще декальки надписи и 2d стиля честно говоря вот этот вот контейнер на десятом уровне за счет того что там скорее всего будет много декали и надписи выпадать он мне лично вообще не интересен но там еще может выпасть элемент коллекции случайный и шанс у него 25 процентов эти элементы кастомизации это тоже там своеобразная движуха о которой мы поговорим чуть позже также у нас будет еще и серебряный контейнер его можно будет приобрести либо за золото либо за деньги в при магазине здесь примерно те же самые награды и тот же самый элемент кастомизации с шансом 25 процентов единственно что тут еще могут выпасть резервы на серебро и эти дурацкие инструкции которые пока д выпадают и в итоге вы сидите с пустыми руками но еще здесь есть один процент вероятность что выпадет прям танк восьмого уровня и вот к этим прям танком у меня есть вопросы ну и к названию контейнера тоже есть вопросы день рождения 12 плюс 1 техника серебряный контейнер такое ощущение что это название контейнеров это чисто техническое какое-то название просто все слова туда запихнули а над названием даже особо не работали потому что это какой-то набор слов и так какие прям танки могут выпасть вероятностью один процент торн вай им уже с первого танка прям немножко поташнивает объект 274 а еще конченей chrysler kt-77 skoda t27 50 tp прототип и миль 19 51 туртал один внимание вопросы вы какой-то танк из этих хотите я нет тем более у меня не все есть и на всех я взял три отметки кроме турнвагена и скажу так что из этих всех танков мне нравится только туртал один это я бы не назвал бы его прям супер им бой это на этих турталах никто и вообще не играет и вообще-то не пт скорее тяжелый танк только без башни мне кажется ли это самые убогие донатные коробки за всю историю мира танков да вообще за всю историю всех танков вот сколько есть более помойных премиум их танков за донат в коробке я не видел ни одного нового ничего интересного ни одной им бы ничего зачем они нужны я вообще не знаю если такие прям танки будут я ни одной коробки не куплю потому что зачем они у меня все есть вот эти награды мне они не нужны это все у меня есть и еще добавлю то что в игру играют в основном люди которые очень давно начали играть у них в основном много что есть им вот эти вот обычные вещи в игре они уже не нужны только необычные имбовые редкие и новые поскольку основная масса онлайна она начала играть в игру чуть ли не 10 лет назад а новичков который прям вот недавно играет их ну не так много их по количеству меньше они конечно же есть но старым игрокам которые наиграли тысячи боевые у них много что есть вот это вот вообще не будет интересно если они сюда не впихнут хотя бы какой-то новый танк не говорю уже про редкие имбовые то я вообще не знаю кто эту коробку купит сами разрабы видимо ее сделали сами ее и покупать будут или я не знаю напишите в комментариях кому нужны вот эти вот танки из коробки будет еще у нас задание в которых можно будет получить вот эти вот донатные коробки этих коробок можно будет получить 3 штуки первое задание сыграть один бой второе 10 боев и третье задание 20 боев и таким образом мы сможем получить три коробки за три задания но и в этих коробках нам может выпасть что-то прикольно что я задание на донатные коробки будет прикольно если выпадет танк который уже есть на аккаунте я думаю компенсируется я надеюсь золотом поскольку так обычно всегда было если он компенсируется чем-то другим то это рука лицо я думаю что вот это все мероприятие с коробками появится в районе дня рождения 12 августа будет она находиться как обычно как и новогодние коробки как и осенние коробки как и любые другие донатные коробки справа внизу в уголочке будет квадратик но и последнее мероприятие которое нас на день рождения мира танков ждет это коллекции ко дню рождения танков из прошлых коробок там где был 25 процентов шанс что выпадет у нас кусок коллекции можно понять что собрал всем таких кусков мы соберем все награды в этой коллекции что это за на рады 50 тысяч серебра 100 тысяч серебра три какие-то надписи день прямо еще какие-то три кастомизации 500 золота и камуфляж камуфляж который называется наша игра камуфляж в принципе прикольный выглядит хорошо также еще эти элементы коллекции можно будет получить из заданий которые очень маленькие они больше напоминают ежедневные обычные задания их 7 штук я так понимаю что этих элементов коллекции у многих будет гораздо больше чем требуется что с ними делать мы будем не знаю видимо пироги лепить в принципе вот такое вот мероприятие нас ждет и к нему есть вопросы во первых названию контейнеров почему они такие идиотские длинные еще и путаются между собой это полная фигня какая-то во вторых есть вопросы к прим танкам которые у нас в контейнере находятся я надеюсь их поменяют или что-нибудь добавят из этого не сделают я вообще не знаю зачем они выходят ну а так в целом мероприятие интересное такого я еще не видел на каждом уровне можно будет что-то свое пофармить это мероприятие заставит нас походить по уровням покатать хотя бы лучшие танки из этих уровней какие-то свои любимые танки по выкатывать и немножко ресурсов пофармить потому что скоро эти все ресурсы нам понадобятся в одном из следующих видосов я вам расскажу куда можно будет все это слить пишите свое мнение в комментариях не забывайте в конце писать ник также подписывайтесь если не подписаны с вами был арчи карате красиво всем удачи пока